приветствую всех на канале к обогрев в этом видео мы впервые протестируем новинку рынка 2016 года умный лишь еще и называть интеллектуальный обогреватель панельного типа инфракрасный панельный обогреватель укроп металлик 700 модель vp то есть со встроенным программатором это обогреватель нового поколения которые кроме обычного терморегулятора как было ранее имеет еще функцию программирования климата программирования именно температуры воздуха а также температуры самого обогревателя вот они более экономичны нас за счет того что точнее регулирует точнее поддерживают климат в помещении а также сами автоматически подбирают нужную температуру именно обогревателя именно панели и таким образом еще более экономичны и эффективны в обогреве помещения так заверяют производители вот именно с таким вот встроенным программатором ну что ж давайте протестируем его в разных режимах в режиме вот в обогреве квартиры и посмотрим насколько же действительно они такие экономичные или нет вот много противников и сторонников встроенных терморегуляторов ну вопрос в чем значит противники встроенных терморегуляторов говорят что если терморегулятор встроен на панельку панель очень горячая вот она дает ошибку вот погрешность большую вот сейчас вот панель у нас на 60 градусов допустим вот если термодатчик помещен вот здесь вот в этом районе до или на поверхности панели то он будет давать большую погрешность и в принципе но это не имеет смысла его использовать поэтому розеточные терморегуляторы которые допустим находится дальше от обогревателя они более точно будет показывать температуру и соответственно экономия будет точнее проследить за счет того что терморегулятор помещен дальше от обогревательного прибора или допустим это настенный накладной он тоже как правило за панелью выведен она в принципе правильно да но вот появился такой вот программатор все говорят что он супер экономный производители за счет чего за счет того что производителем удалось пойти на маленькую хитрость сейчас вам покажу вот это есть термодатчик температуры воздуха который да вот у нас допустим есть у меня в руках правитель тесла терморегулятор розеточный вот он термодатчик видите да вот вынесен наружу терморегулятора а здесь вот производители как пошли они вот сделали его встроенным термодатчиком да но его можно немножко высовывать вот смотрите сейчас он высовывается мне да сейчас он пойдет до какого-то предела о в принципе все достаточно вот я его высунул где-то на сантиметров 10 вот на сантиметров 10 он находится дальше и в принципе он торчит вниз снизу нас всегда холоднее температуру воздуха да особенно если я приоткрою дверь сейчас в своем эксперименте сейчас осла приберем вот немножко так вот у меня будет открытой двери и сейчас буду тестировать его и посмотрим вот в принципе погрешность не должна быть не должна быть погрешность это мы проверим давайте я ищу ищу высуну вот так вот вот так он точно у меня погрешности не будет до измерения температуры и посмотрим насколько он будет экономичный вот с таким устроенным программатором значит режим который мы сейчас выставили у меня в комнате мне в комнате нужно 23 5 градусов почему столько много потому что комната угловая эта комната что мы будем обогревать будем обогревать комнату квартире 11 квадратов пятый этаж 9 этажки теплые соседи сверху теплые снизу и сбоку угловая комната это силикатный белый кирпич два с половиной кирпича очень холодная стена здесь у нас лоджии не застекленную застекленные но старые стекления деревянные единственно что вот современный стеклопакет стоит но правда двойное стекло пятикамерный профиль вот и есть центральное отопление в принципе я бы сказал что хороший или 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 даже нормальные не то что хорошее потому что количество секций на угловую комнату конечно маловато это у нас здесь есть 8 секций центральном отопление ищет мы замерим вот в панелька в принципе включена где-то может минут двадцать сейчас прогревает помещение для того чтобы уж был эксперимент более точный нужно инфракрасной панелью прогреть помещение но хотя бы за сутки вот у меня прогревалась ночью и немножко в день это вот в этой керамической панели сейчас мы я включил металлическую вот и посмотрим сколько нам за ночь у нас возьмет электроэнергии чтобы до обыгреть эту это помещение значит комфортно температура 23 23 5 вот в районе розетки и тогда комфортно у нас здесь это нас рабочая зона зона кровати здесь нужно чтобы было тепло вот сейчас терморегулятор у меня показывает рабочей зоне 20 с половиной градусов 36 процентов влажности но к сожалению с центральным отоплением мы не можем меньше повысить влажность она конечно меньше норма ропом 60 вот получается что вот в этой зоне у нас должно быть 25 сейчас показывает да а на моем терморегуляторе и на моем терморегуляторе программаторы 25 и 20 здесь кстати точность 0 5 градусов точность видите да то есть погрешности нету что в рабочей зоне у меня здесь 25 что здесь то есть фактически мы уже опровергли один миф что встроенные программаторы или терморегуляторы на поверхности панелей это плохо нет это нормально если это разумно сделано в данном случае мы вывели датчик и видим что это разумные решения она заслуживает на внимание такие прогресс регуляторы программаторы вот видите да дальше падает температура вот поэтому здесь мы будем выставлять ну вот сейчас мы будем снимать пока снимем мы точно настроим какая там должна быть температура давайте сейчас замерим в начале эксперимента температура поверхности значит пол у нас показывает 19 и 7 так ковер 26 ну пол пускай будет чистый без ковра 19 4 так сверху здесь у нас потолок 21 и 3 максимальное значение 21 и 1 так теплая стена с теплой соседкой 21 и 1 так стена самая холодная внешняя 16 3 видите на 5 градусов она холоднее очень морозная стена очень сильно промерзает для сравнения ковер в районе кровати 18 3 ближе к лоджии 9 на 18 7 так значит постель 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 у нас начале эксперимента почти начало эксперимента 21 22 и 5 так это в теплой зоне в холодной зоне 19 4 18 5 вот курс зам обивка кровати 17 3 это за матрасиком а без матрасика матрасик как утеплитель получается у нас 16 7 здесь у нас 22 и 4 а вот 21 27 но считает 21 потому что здесь уже зона начинается панели она немножко нас нет а минут 23 сработала перед этим поэтому сейчас уже можно увидеть разницу вот уже 24 25 показывает вот видели да разницу насколько у нас холоднее постель у стены сейчас у нас на улице что у нас на улице сегодня 7 января 2017 года это украина ковер валынская область и нас на улице показывает синоптик юэй минус 20 градусов так и она есть я сверял градусник у меня на балконе минус 20 градусов ощущается на 26 до влажность есть ощущается где-то так мы поднимаем в эксперименте минус 20 вот значит у нас сейчас в районе обогревателя 19 половиной и давайте посмотрим на сеть что нам выдает сеть вот уже 34 минуты кстати у меня работает на час по настройке обновим значит и у меня сейчас напряжение всего лишь 208 вольт 238 желаемых оптимальных нету даже 220 нету да и при такой напряжении 208 вольт у меня обогреватель 700 ваттный кстати показывает потребляем мощность 508 509 ватт в час то есть и скажем так если включить его без терморегулятора он всегда выпотребляет 508 ватт в час если с этим регулятором соответственно меньше 2 или в 3 раза ну посмотрим так значит нам нужно что нам нужно нам нужно сейчас замерить мы сейчас ставим сюда мы вынимаем во первых вынимаем ваттметр это у нас ваттметр лиман 16 амперный вот включаем его в розетку он соответственно обнулился потому что нам батарея косила он не не запоминает значение когда села батарейка вот 00 часов да сейчас нуля будем считать киловатты потребления обогревателя а теперь включаем розеточный внешний терморегулятор от компании tesla здесь нам бы показывать температуру в районе розетки почему это важно потому что других экспериментах я здесь замеряю температуру вот но терморегулятор я выставил на 26 градусов по цельсию то есть ну чтобы всегда он включал здесь 26 не будет поэтому он всегда будет включать обогреватель он не будет не будет выключать он будет работать просто термометр в районе розетки а теперь включаем панельку и у нас сейчас вот клик был пошел обогрев это вот кнопочка светится здесь точечка означает что обогрев пошел вот видите секунды пошли 8 9 секунды и так далее так 23 и 3 показывает градусом что-то он так настраивается только чтобы 21 вот значит что мы еще не с ней не сняли мы еще не сняли температуру радиаторов центрального отопления у нас показывает максимально 47 46 4 очень горячие кстати 45 и 9 в общем максимально 47 4 показывает значение 46 и 9 47 2 есть так что нам нужно нам нужно насколько нам нужно поднять давайте вот уже 22 и 5 в общем в этой зоне должно быть 23 хотя бы 23 20 23 с половиной и тогда и тогда вот в этой зоне в рабочей скажем так зоне нам будет комфортно комфортно спать еще рассмотрим почти 21 градус в районе кровати принимаем его за стартовый на стартовую температуру соответственно здесь на этом программаторе мы ставим 20 23 23 то есть фактически девять над а есть девятнадцать с половиной а там есть но считай 22 да то есть на полтора градуса нужно поднять значит если нужно поднять на полтора градуса потому что нас у нас здесь есть 21 и 8 до почти 22 на полтора градуса значит здесь у нас 19 5 значит мы добавляем полтора градуса и мы получаем 21 еще вот здесь снизу да вот с расстояния до пола ну где-то сантиметров 5 термодатчика нам нужно чтобы в этом месте было вот в этом месте было на полтора градуса больше чем показывается сейчас то есть 21 выставляем 21 есть 21 есть да максимально 21 если будет 21 градус вот здесь тогда этот обогреватель отключится вот пока и программного режима мы не устанавливаем что еще мы установим здесь ну давайте давайте установим температуру поверхности самого обогревателя сейчас вам покажу нажимаю две кнопочки как его настраивать я в отдельном видео сниму так это я отключил обогрев это я включил обогрев так а вот 95 это означает что максимальная температура поверхности панели у нас 95 а минимальная может быть до 40 градусов давайте максимальную температуру установим 95 градусов это обогревателя температура есть есть да вот все эксперимент пошел сейчас у нас по времени 10 10 ну в принципе даже немножко раньше пошло у нас время 3 минуты вот почти 4 минуты то есть эксперимент начался в 22 22 06 где-то вечера 7 января и утречка мы снимем показатели снова и посчитаем сколько у нас получилось потребление и была достигнута желаемая температура в комнате 8 января 2017 года утра эксперимента за окном у нас сейчас ассеномтику ей показывает минус 19 а джесметуа показывает утром минус 22 вот фактически у меня на градуснике сейчас минус 22 за окном очень сильный мороз для наших для нашей местности это сильней считается посмотрим сколько у нас показала потребление эта панелька значит по комфорту опять же таки так как я сам здесь спал в принципе мне было хорошо и удобно и пришлось еще на ночь один раз где-то на две три минуты проветрить потому что панель новая она немножко запах только вот специфический давала вот сейчас вроде как прошло вроде как нормально значит сразу скажу что когда открыл балкон где-то на два три две три минуты здесь на терпоригляторе показал у меня минус один градус вот очень сильный мороз пошел снизу вот ну и еще один момент который нужно учесть здесь в теплопотерях моей комнаты то что у меня а вот в этом районе у двери лоджии вот здесь вот штукатурка есть видите да вот она в таком вот состоянии нехорошим и показывает у меня 0 градусов даже минус 1 температуру вот здесь у меня идут теплопотери здесь я кастрюлю поставим на ночь не хватало в холодильнике места с порщом и она сейчас на ощупь очень холодная кстати можно проверить сейчас она вот 13-4 можно пойти даже в холодильник посмотреть сколько там метрических кастрюля дает температуру ну и соответственно если взять по температуру пола допустим он даже здесь на расстоянии 30 см мы видим что уже плюс 12 вот поэтому сколько ватт в час идут теплопотеря отсюда ну сложно посчитать вот это есть вот поэтому вот нужно учесть там эксперименте значит давайте снимем показатели радиаторы у нас на утро это сегодня сейчас у нас кстати 9 9 15 утра радиаторы показывает на утро 46,7 максимальный показатель 45,3 46 какой принимаем 46,3 давайте 46 примем так температура пола 18,2 здесь потолок 27 конечно в районе панели будет больше 21,4 если здесь 28 так здесь 27 принимаем так температура стены с теплыми соседями 27 в районе панели 22,8 ну и самая холодная стена у нас 15,5 16,2 в районе панели немножко теплее видите так ну хотя это вверх ковер напротив зоны действия для панели 15,9 край ковра 18,4 так значит как нагревается у нас по поверхности ковер скажем так ну напротив лоджии 19,1 подходим ближе к панели 23,7 23,7 23,2 ну разница ощущается насколько она где-то на 5 градусов нагрелся ковер в районе панели курсом обивка кровати у нас напротив панели показывает 26,4 25,7 вот постель 25,4 вот у холодной стены постель 18,4 курсом обивка 17,7 и 25 на 8 градусов нагрелась больше постель в районе панели это у нас у утеплителя а без утеплителя 16,7,9 да видим что накрывается постель на 5,8 градусов больше в районе панели что естественно так что еще давайте посмотрим что у нас в рабочей зоне температура показывает 21 градусов цельсия влажность 36 процента влажность видимо не изменилась вот в районе панели сейчас у нас 20 градусов значит сразу скажу дверь была полу открыта вот где-то она вот так она у меня чтобы была на ночь чтобы дышала комната значит датчик снизу показывает 20 градусов а термодатчик на розеточном показывает 22,5 то есть 23 ну я не знаю ночью было ли 23 сейчас посмотрим сколько панель проработала за это все время она у нас проработала 11 часов 10 минут вот если сейчас вынуть посмотреть характеристики из сети то сети у нас сейчас 221 вольт давайте сейчас отключим панель посмотрим какое потребление она сейчас показывает немножко на утро напряжение ее поднялось и потребляемая мощность панели сейчас 531 ватт вот и замерим сколько у нас температура дает выставы максимальная температура поверхности 95 дает 56 64 вось 2 вось 6 вось 7 81 даже местами есть 100 градусов видите да на 10 на 109 максимальная значение 100 градусов минимальный 61 55 минимальный 55 100 в таком диапазоне у нас панелька видите а задняя стенка должна меньше нагреваться потому что есть изолятор так 42 да действительно меньше 45 47 51 55 так 46 43 минимальное значение и 55 43 55 градусов меньше значит теплоотдача идет действительно больше на переднюю стенку вот стена за панелью 24 и 9 а отражатель показывает 34 35 отражатель больше значит работает отражатель хорошо так все показатели есть ну по комфорту сразу скажу было комфортно вот ну насчет того что не достигли температуры значит скорее всего будет панель покажет максимальное потребление сразу скажу дезалекатом кирпича минус 22 градуса на улице это очень очень много при таком морозе он сильно промерзает и мы видим вот такую вот температуру 16 градусов всего лишь 16 градусов стены в то время как стена с теплой соседями 21 на 5 градусов отличается вот что существенно увеличивает теплопотери и соответственно чтобы прогреть эту стену поднять на большую температуру очевидно мощности 530 ватт маловато при таком морозе вот хотя бы комфортно еще расскажу вроде как нормально было а сейчас занесем данные в таблицу и сделаем анализ да кстати еще момент потребление на ваттпетре показывает 5 киловатт 742 ватта за эти 11 часов 13 минут